Приветствую вас, Екатерина. Я думаю, что для начала стоит выяснить, почему вами было воспринято именно так, то, что молодой человек вам сказал, то, в чем молодой человек вам признался, почему вами это было воспринято именно так, то есть, почему у вас была истерка. По какой причине вы приняли на свой счет то, что молодой человек вам сказал, ведь тот факт, что вы ему больше не нравитесь, не означает, что вы изменились, не означает, что вы стали хуже, а означает, что у молодого человека что-то произошло. Возможно, он понял, что вы не его человек, и чего-то к вам у него больше нет, возможно, он испугался чего-то, возможно, у него появились какие-то новые приоритеты, возможно, что-то еще. Но, очевидно, является одно, вы не изменились. Но, несмотря на это, вы, судя потому что у вас возрос истерика, восприняли на свой счет его слова. Одновременно с этим можно вести речь о том, что, вероятнее всего, вы нечто потеряли, вы нечто потеряли с его уходом. То есть, вы потеряли что-то, что он вам давал. Возможно, это внимание, возможно, это какая-то поддержка, помощь, некие чувства, ощущения, эмоции, которые вы получали от него. Возможно, речь идет о неких планах, которые у вас были с ним, и которые для вас имели и имеют важное значение. Возможно, речь идет о чем-то еще. Но факт в том, что вы сейчас находитесь в зависимом положении от мужчины. И то, что вы грубите ему, связано всего лишь с тем, что вы агрессируете. А агрессия есть не что иное, как потребность защиты. То есть, таким образом вы защищаетесь. Защищаетесь от угрозы, которая для вас материализовалась после того, как молодой человек от вас ушел. Вот тонкость вся в том, чтобы эти угрозы выявить и помочь вам адаптироваться к ним настолько, чтобы возможное расставание с вашими партнерами, которое является абсолютно нормальным вас не испугало и не вызывало такие чувства, такие вот состояния, как истерику. Вполне вероятно, что вы не в полной мере уверены в себе. Вполне вероятно, что вы думаете о себе не очень хорошо. То есть, вас занятие на смартфоне. Вполне вероятно, что речь может идти о вашей нереализованности, точнее о какой-то степени нереализуемости себя. То есть, это ситуация, при которой вы слишком много возлагаете на человека за счет того, что сами ответственность не несете за то, чего хотите. Тут, возможно, и другие моменты, связанные непосредственно с тем, как вы с молодым человеком взаимодействовали. И, может быть, какие-то ваши действия, какие-то ваши слова и какие-то ваши поступки привели к тому, что молодой человек решил с вами расстаться. Так или иначе, с этим нужно разобраться, это необходимо раскрыть. И тогда уже будет все более-менее понятно, все более-менее ясно. И после этого уже можно будет говорить о том, в какую сторону и как вам двигаться, чтобы выйти из этой ситуации. Свои чувства не нужно контролировать. Свои чувства необходимо адекватно выражать. Для этого необходимо понимать, что они из себя представляют и как конкретно вы можете их удобно говорить. Потому что, например, та же агрессия, которую вы проявляете к этому человеку, она может быть следствием того, что вы чего-то боитесь. Страх чего-либо означает неадаптируемость к меняющимся условиям жизни. И, соответственно, помощь здесь именно в том, чтобы вы смогли адаптироваться под изменившиеся условия. Чтобы вы обладали большей гибкостью, меньшей догматичностью в своем поведении и при принятии каких-то решений, при совершении выбора в том или ином случае. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.